В первую очередь Адриан Канду назвал Венецианскую комиссию при Совете Европы, которая занимается вопросами Конституции. Выбор этой структуры не поняла и автор одного из вариантов поправок, либерал Карина Фуссу. При этом она уверена, что европейские эксперты и сами могут отреагировать на несправедливость. В ОБСЕ и другие структуры сами могут провести эту экспертизу, так как они сделали для проекта 107, если помните, который практически идентичен проекту, предложенному демократами и либерал-демократами под номером 217. В ОБСЕ за процессом молдавского законотворчества действительно следят. Последний раз проект поправок к кодексу о телерадиовещании, тот самый законопроект номер 107, раскритиковала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович в конце апреля. Она заявила тогда, что с пропагандой нужно бороться информацией, а не ограничением контента. Мы попросили бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ прокомментировать последние варианты поправок. Старший советник бюро Гуннер Ванг ответил на письменный запрос РТР Молдова следующее. Мы пристально следим за развитием процесса, но я не могу комментировать содержание законопроектов на данный момент. Эксперты в области СМИ в свою очередь сомневаются не столько в выборе европейских экспертов, сколько в том, прислушаются ли на самом деле власти к их рекомендациям. То, что плохо дважды, что мы не знаем, какой вариант попадет к экспертам, и никаких гарантий, что если они что-то толковое нам посоветуют, мы будем следовать этим советам. Мы отправили запрос в управление парламента по связам с общественностью, чтобы выяснить, в какие именно европейские структуры собирается писать спикер Адриан Канду и почему он решил обратиться именно в Венецианскую комиссию. Но пока на наши вопросы не ответили. Единственное, что нам сказали в управлении – письмо в процессе подготовки. Продолжение следует...